Вернулся из Америки и явно ведь не для того, чтобы играть в ЭХЛ. Я думаю, что это время сейчас на адаптацию, так же как я приезжал в Канаду, вернулся на чуть другой лед, на другие схемы. Я думаю, что тренер делает все правильно и со временем меня подпустят и дадут шансы первой команде. Привет! Этой ночью Василий Подкулзин из Ванкувера забросил свою первую шайбу в сезоне. Для этого ему понадобилось 18 матчей. Непонятно, зачем хоккеиста держали в фармклубе. В четверг в КХЛ большой день, 9 матчей. Спартак едет в Сочи, а накануне мы убедились, что кризис у красно-белых застарелый. Нападающий Василий Пономарев дал интервью Спортэкспрессу, в котором немного рассказал о том, как у него закончилось сотрудничество со Спартаком. Теперь понятно, что он один из первых подавал сигнал. В клубе все очень плохо. Мы этого не заметили, так как подобные истории случаются постоянно. В ноябре 21 года Василий, находясь в расположении сборной, неожиданно признался, что у него есть недопонимание с главным тренером Спартака Борисом Мироновым. Тот не видел Василия в составе, постоянно ссылал в химик, но, возвращая, не давал проявить себя. Два года назад это оказалось типичной проблемой, которая есть во всех командах. Талантливый парень считает, что ему не доверяют, а тренерский штаб видит такие игровые проблемы, которые мешают хоккеисту закрепиться в основном составе. Теперь-то понятно, что в Спартаке действительно, мягко говоря, не все гладко. И Василий был прав, когда решил уехать за океан. Он выбрал свой путь, который кажется ему правильным. Но отметим, что и у Пономарева карьера складывается совсем не так, как он, вероятно, планировал. В фармклубе Каролины Василий стал, если не чекером, то не игроком топ-6. Про вызов в первую команду речи не идет, а в рейтинге проспектов эксперты поставили его только на 15 место. Хотя он выступает в Чикаго и, казалось, ближе всех к НХЛ. Впрочем, в Спартаке дела тоже такие, что похвастаться нечем. Металур, который был ошибочно приписан Новокузнецку, окончательно перебрался в Чехов. У команды в регулярном чемпионате еще три встречи, но все они пройдут на выезде. А плей-офф будет в родном Подмосковье. Вратарь Рейнджерс Игорь Шестеркин одержал 22-ю победу в сезоне. Это НХЛ. Там, где не получилось у Никиты Гусева. Один из самых известных игроков в КХЛ, Никита Гусев, перестал попадать в состав СКА. И сейчас есть несколько версий, почему это произошло. По официальной информации, все по плану. Никита набирает форму, готовится к важнейшим матчам и уже в домашней встрече против Сибири появится на площадке. По неофициальной информации, у Никиты конфликт с главным тренером. Это не тот случай, когда игрок что-то говорит тренеру и попадает в запас. Тут немного другое. Гусев, хоть и набирает очки, но не выполняет требования на площадке. Неохотно идет в оборону, не выполняет запланированный объем работы. В нынешнем СКА все должны быть двусторонними форвардами, а Никита уклоняется от этого. Плюс появились какие-то проблемы вне льда, но про это рискованно говорить без каких-либо доказательств. Кроме слухов и нет ничего. Но с другой стороны, форвард не отправился с командой в поездку, а это уже о многом говорит. Вероятно, в питерском клубе повторяется история с Ткачевым. К игроку, который любит заниматься творчеством, тоже было много вопросов по игре. И нынешний нападающий авангарда пропускал матчи. Непонятно, зачем берут хоккеистов подобного стиля в клуб. Было очевидно, что Гусеву придется не сладко в нынешнем СКА. Вероятно, нападающий Сент-Луиса Владимир Тарасенко все-таки будет обменен, хотя у него есть запрет, но он может его снять. Если подвернется вариант Стрэнджерс, туда он готов переехать. И последнее. Городская дума Ангарска одобрила выделение 15 миллионов рублей хоккейному клубу «Ермак». Напомним, что там долги по зарплате и контрактным обязательствам. Но дойдут ли эти деньги до хоккеистов? Есть плохие предчувствия. До свидания. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok